доброе утро всем кто неравнодушен к валютному рынку форекс а также всем тем кто интересуется макроэкономическими новостями которые влияют на движение валютных пар сегодня 24 ноября понедельник мы разберем основные события повлиявшие на движение евро доллар доллар рубль а также нефтемарки бренд и постараемся сделать прогноз на предстоящую торговую сессию по данным инструментом укрепление рубля в пятницу в первую очередь способствовал решение центрального банка ограничить рублевую ликвидность российским банком из-за угрозы спекуляции рубля а также повышение спроса на российскую валюту со стороны внутренних инвесторов кроме того укрепление рубля способствует продаже валюты со стороны российских экспортеров стоит также отметить уплату налогов ндс со стороны корпоративного сектора ограничивая рублевую ликвидность центральный банк тем самым заставляет коммерческие банки продавать валютные накопления которые у многих накопились достаточно больших объемах связи с историческим обвалом рубля продажа долларов и евро за рубли способствует тем самым поддержанию национальной валюты некоторые аналитики считают что банк россии пошел на такие меры виду провал операций по валютным свопам пара на торгах в пятницу открылась гэпом вниз у значения 45 90 минимум достигал 45 рублей 24 копейки за доллар и в итоге закрыли пару по 45 рублей 79 копеек сильный уровень сопротивления находится у значения 45 ниже которого пара с большей долей вероятности не опустится если же пробитие произойдет то цена уйдет к 43 рублям 50 копейкам за доллар основным катализатором движения рубля на этой неделе будет собрание опек в четверг и нонфармы по америке в пятницу член высшего совета по нефти кувейта абдель-маджид аш-шати высказал мнение в поддержку стабилизации цены на нефть в районе 80 долларов на ближайшие месяцы опек будет не просто принять решение на встрече в вене 27 ноября по вопросу регулирования объема добычи поэтому либо объема ставят на тех же уровнях либо будут сокращать производство черного золота добавил абдель-маджид чиновник вейта также подчеркнул что ценообразование полностью исходит из макроэкономических показателей стран потребителей нежели чем из-за геополитики замедление темпов роста в китае замедление экономического развития в европе сильно давит на потребление нефти и как следствие на цены главной новостью этой недели для сырьевых рынков остается собрание опек смесь бренд на торговой сессии пятницы показала довольно смешанную ценовую динамику открытие контракта состоялось по цене 79 долларов 90 центов за баррель закрыли нефть на уровне 80 долларов 49 центов минимум достигал 79 долларов 4 цента максимум достиг вершины 81 долларов 59 центов 14.00 по времени терминала объемы гистограмма магди постепенно растут а график находится между верхней и средней линии боллинжера тем самым указывая на возможный рост к значением 82 с половиной доллара за контракт пятничная сессия запомнилась для инвесторов в первую очередь выступлением главы европейского центрального банка марио драги были озвучены планы по развитию монетарной политики в странах еврозоны повышение инфляционного уровня любой ценой как заявил драги на банковском съезде на франкфурте на майне мы собираемся в кратчайшие сроки повысить инфляционные ожидания и инфляцию как требует от нас мандат для поддержания ценовой стабильности вследствие чего евро по понятным причинам обвалился к доллару на 180 пунктов как отмечает агентство dpa темпы инфляции в еврозоне уже несколько месяцев подряд сохраняется значительно ниже установленного значения в 2 процента что препятствует экономическому росту европы 21 ноября инвесторы открыли пару на отметке 125 39 закрыли по 1 23 91 снизив тем самым стоимость евро на 1,18 процентов понедельник участникам рынка стоит обратить внимание на индекс делового оптимизма по германии и на индекс деловой активности в секторе услуг маркет по сша несмотря на мощное падение пары в понедельник можно ожидать отката котировок к уровню 1 24 45 что соответствует линии фибоначчи 38,2 сегодня у нас все спасибо за внимание и до встречи